Здравствуйте! Я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГАРТ. На ваших телеэкранах программа «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Кара. Сегодня у нас очень праздничная программа, и это очень здорово. И я думаю, что вам будет очень интересно ее послушать и посмотреть. 23 декабря 1994 года парламентом Республики Молдова был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, Гагауз-Ирии. Итак, сегодня об этом и не только мы поговорим с гостями, которые уже собрались у нас в студии. Сейчас ближе с ними я вас и познакомлю. Здравствуйте, рада вас приветствовать. У меня аж такое волнение в голосе появилось, потому что вы к нам часто не приходите. Довольно-таки редкий гость, но очень почитаемый и уважаемый. Здравствуйте. Добрый день, студия. Уважаемые гости, огромное спасибо за то, что отозвались и пришли сегодня к нам в студию поговорить об очень интересной и важной для нас с вами темы. И, конечно же, первый мой вопрос будет адресован вам, Петр Ильич. Я знаю, что вы волнуетесь и вижу это у вас в глазах также. Петр Ильич, вы были одним из тех, кто непрерывно, денно и ночно, можно сказать, готовили, разрабатывали закон об особо правовом статусе Гагаузии, Гагауз-Ирии. Вы были председателем постоянной комиссии по разработке этого закона. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось? Я знаю, что буквально больше, чем два десятка экземпляров есть у вас этого закона, который был переиздан, переделан. Расскажите, пожалуйста, об этом. Значит, вся идея автономии у нас началась, знаете, с распада СССР. Вот эта эйфория народа, жителей СССР, бывших всех республик СССР, эйфория пошла по всем республикам, в том числе и у нас была. У нас, значит, конечно, интеллигенция подняла тогда свою проблему. И вот с ее проблемой потом поднялись и другие проблемы. И вот одна из проблем была – это развитие юга республики Молдова. Мы в первую очередь, еще Гагауз-Скалки был, 88-89 годы. Значит, мы ставили вопрос, все-таки обоснование нам всегда просили. Обоснуйте ваши требования экономические, демографические, политические. Стоит ли вообще поднимать эту проблему? Вот. И каждый, как говорится, участок, Верховный Совет Молдавской СССР требовал одни требования от нас, перед нами ставил вопросы. Верховный Совет СССР под председателем Лукьянова, значит, ставил другой вопрос. Поэтому вот этот сумбурный такой период прошел эти первые два года. Он был такой, как перетягивание канатов было туда-сюда. Но, тем не менее, Гагауз-Скалки работала, свое дело делала. И пришло такое время, что нужно было уже определяться. А чтобы определиться, чтобы действительно узаканивать свои решения, нужно было иметь какой-то государственный статус. Поэтому с движения тогда, все общественные движения того периода, всех районов у нас, значит, объединились мы подвигой Гагауз-Скалки. И родилась у нас такая первая государственная структура – это Временный Комитет. Вот с появлением Временного Комитета, вот, на съезде, на первом съезде был избран этот Временный Комитет в количестве 101 человек. Во главе Степаном Михайловичем Топал, Михаил Васильевичем Кенегелян затем. Значит, и с этого началось наше уже плановое требование. Мы уже ставили перед собой более конкретные задачи. Задачи обоснованные были. То есть мы сразу разделили на три этапа. Первые – три комиссии, будем говорить. Три подкомиссии, которые, первая комиссия обязана была дать обоснование историко-демографических аспектов. Вторая была социально-экономическая. Нужно было доказать возможность и реально ли поднимать эту проблему или нет. И почему? Потому что Кишинев всегда нам говорил о том, что вы не сможете одни жить. Поэтому нужно было обоснование. Вот они требовали от нас – обоснуйте. Если вы обоснуете, мы приступим к работе. И третья была политика правовой проблемы. Вот три подкомиссии такие были. Это комиссии были этого Временного Комитета. Вот так родилось результаты этих трех комиссий. дало толчок на то, чтобы мы 30 октября 1990 года в дружбе в кинотеатре «Дружба» в составе 785 делегатов, депутатов всех уровней. Тогда вот и был избран, утвержден этот Временный Комитет. И предан этому Временному Комитету статус государственной структуры, которая уже не общественная организация, а это уже государственная структура. И вот с этого все уже у нас началось. Мы начали разрабатывать свои документы. На втором съезде буквально через три недели второй съезд был назначен, на котором участвовал уже Пушкаш, как зампредседателя тогда Верховного Совета Молдавской СССР. Вот из этого принципа все это дело началось. И вот сразу встал выходить. Конечно, депутаты не разрешили ему выходить. Сидел уже до конца, потому что мы знаем, чем кончится его визит домой в Кишиню. Он же дал уже все обратно, как он представляет. А у него статус большой, великий в то время был. Поэтому, как председатель комиссии, который был назначен Верховным Советом СССР. СССР тогда назначила их комиссию. Он был председателем этой комиссии. Он нес ответственность не так перед нами, как перед Верховным Советом СССР. Тогда на первом съезде депутатов Верховного Совета СССР наша проблема была поднята. Что Гагаузии нужно дать автономию в составе Молдавской СССР. Поэтому Верховному Совету Молдавской СССР дали поручение обосновать и дать свои предложения в Верховный Совет СССР. Ну, там были подключены, конечно, наши депутаты. Наши депутаты свое дело там делали. А здесь была комиссия, вот вторая комиссия, будем говорить. Она была с участников депутатов Верховного Совета МСССР, Молдавской СССР. И в том числе наша, Марионевич Мария Васильевна, Булгару. Значит, у нас еще наши некоторые депутаты тоже Ангелия. Они были членами комиссии Верховного Совета тогда. И третья комиссия, которая родилась у нас, уже был съезд депутатов. То есть депутатов Молдавской, не Молдавской СССР, а Молдовы. То есть депутаты парламента. Вот депутаты парламента, как появились на своем почте, не знаю, 13 съезд был. Вот на 13 съезде мы эту проблему подняли. И они сразу же это все отвели в сторону, что все это дело необоснованно. Обоснование, которое дала первая комиссия под председательством Пушкаша, они взяли ее за основу, что мы одни не сможем жить, и нам автономия в такой маленькой республике не нужна. Но тогда мы вернулись обратно. Вернулись и наши депутаты из Кишинева. Степан Михайлович Михаил Васильевич Кенгеля. Некоторые еще наши депутаты вернулись. Остались у нас 4 депутата остались там в то время. Они вернулись, и мы начали работать здесь, в Камрате. Мы свое... Они видели, что мы не остановимся. За нами следили, что мы не останавливаемся. Мы съезд за съездом, через каждые 2 недели наснащаем съезд. И каждый съезд принимает уже действительно политическую, не какую-то, а политическую. Уже политические решения принимает. И достаточно волевые. Да, и все волевые. Кишинев сразу задумался, а что же делать. И первое предложение, которое было подано, когда видели, что мы не останавливаемся, а мы идем, и мы идем, не нарушая законы в то время уже и Молдовы, и СССР. То есть мы идем последовательно. Когда они видели о том, что все, мы идем последовательно, они хотели приостановить это дело. Как приостановить? Пошли по хейтерости. Давайте сделаем совместное что-то. И на 6 съезде, уже на 6 съезд, был приглашен Петр Киллович Лучинский, который прошел в Четерлунге. И он предложил, давайте, мол, не надо выдвигать или постановление принимать, волевые постановления. Давайте мы сядем за стол переговоров и совместно примем какое-то решение. И вот его предложение было, что вот мы создадим. Он бы сказал сначала не совместно, а бы сказал, что давайте мы создадим в парламенте Молдовы комиссию, которая бы вот еще раз обосновала то, что недообосновал Пушкаш, допустим, обоснует уже депутаты парламента. Тогда, значит, мы поняли, что это уловка была. Поэтому мы сразу поставили вопрос ребром. Значит, в этой комиссии должна быть наша комиссия. Когда мы сказали, что наша комиссия, значит, депутаты сразу поставили тоже, как они действовали. Они действовали так, и мы тоже действовали. Сказали и сделали. Сразу поставили на бот и проголосовали сразу, что наша комиссия тоже нужна. Только не знали, в каком количестве. Он тогда сказал, что вот наша комиссия, которую мы предусматриваем, будет 15 человек. Ну, тогда мы сказали тоже, что давайте наши тоже 15 будут. Значит, мы тоже на том же сети. Через 5 минут эту комиссию, значит, съезд избрал. Он назначил, меня назначил председателем этой комиссии. И дальше, второй день, мы сразу поехали в Кишинев. И в Кишиневе тоже была уловка такая, что мы давайте, вот, у нас есть постановление нашей комиссии. А вы постановление свое взяли с собой, что вас назначил съезд? Мы говорим, нет. Хотя мы взяли с собой. И тогда наше предложение было комиссией уже. Хотя комиссии, там членом комиссии было 3 человека, а нас первый день. Мы сразу поставили вопрос, чтобы наш список, то есть наша комиссия должна войти в тот же список парламента, депутатов парламента Молдова, и чтобы одним постановлением утвердили эти 30 человек, а не 15. У них здесь не вышло. Они хотели тоже отдельно, тоже. Вот вторая. То есть на каждом шагу, вот, чтобы знали люди правду, что, и вот некоторые говорят о том, что нам дали, нам это. Ничего нам не давали. И как не дают, и сейчас то же самое. Все нужно в жизни брать. Брать нужно. Брать нужно. Вот как брать? Искусство каждого дипломата. Вот от этого все зависит. Поэтому единственное, что я иногда слушаю, как председатель комиссии, даже вот ваше замечание сделаю и телевидению нашему, что вот говорят АТО, Гагаузия, АТО, Гагаузия и все. И расшифровываете вы. Административно-территориальная автономия. Разве это правильно? Нет, я всегда говорю автономно-территориальная машина. Для меня это принципиально. Я каждый раз замечание делаю в этом деле. И подчеркнул даже некоторым, подчеркиваю, что АТО – это автономно-территориальная, а не административно-территориальная. Да, Кишинев у нас и сегодня. Кишинев где-то месяца два выговаривал эти слова, автономно-территориальные. А потом упустили, опустили, опустили и, как обычно, через структуры просвещения ввели административно-территориальное. То есть через Академию наук. Там как раз шел вопрос о языках, об этих. И вот в этой суматохе вот они уже переименовали это. Она административно и все, и так и считают себя. Вот иногда, вот в спину, когда последний раз был, встретились с ним уже на выходе. А вы были тогда у дверей? Не был я у дверей. Я на выходе его поймал и замечание сделал, что, подождите, вы пришли. Во-первых, есть территориальная администрация, как вы говорите, администрация, да? Почему не участвует администрация именно Гагаузи? А кого вы избираете? Тогда приехали бы ко мне, как директору базы, и говорили бы со мной, что вы пошли в административное помещение. То есть у нас вот такой разговор прошел. Поэтому я ему напомнил о том, что когда приедете сюда, и когда где-то говорить будете, то говорите обязательно автономно-территориальное объединение. А не от того, как... Или от того только говорите, а от того и все. Господин Ильич, я должна сделать такую правку и сказать, потому что нас мониторит и не одна служба, я должна сказать, что господин Спыну просто отказался от участия в программе именно с нашим спикером, господином Константиновым. Ну, это его право, поэтому мы, как журналисты, комментарии не даем и не имеем... Нет, это ваша точка зрения, это ваша позиция, вы... Только один момент ему сказал, что от того расшифровывайте, пожалуйста, вот так. И нам ему сказали, мы принимаем. Потому что мы в власти. Вы в власти, ваши слова, они люди слышат. Огромное спасибо вам за ваш рассказ. Но мы еще к вам вернемся, конечно же, Петр Ильич. Федор Георгиевич, переходим к вам. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые студия. Доброго здоровья, уважаемый наш мудрый гагаузский народ. Заман хайролсон, сайгылы гагаузлар, bizim сириады жилер. Безим гагауз, джаны бутжакта дюйлер, дэр ойлян надэр. Они сулар акыр, вакытлар гечер, безимушаклар да гагаузе ватанамызда дуэр. Барда да, bizim бюйер, kendi ермизде. Боннунчун, сааллык, сизе, ийлик, семья лэр нызе, сайгылы гагаузлар, достлар. Ватанамызда, яшалым, гагауземызи коруялым. Бериверимызи дэ, сайалым. Сайгылы гагаузлар, бюйнкі гюнде. Истерим кутклама, чанабинезе, гепсинезе. Безим гагаузз ватанан юрту суннан. Дабаш лама, амя аннама, амя гельдивакыт. Безя гагаузлара, аяк калкма. Уважаемый наш мудрый народ, пожалуй, я свои эпизодические воспоминания о достойных сынах своего гагаузского народа начну с 4.000, значит, о мечте нашего гагауза. Дермичта гагауза. И жизнь наша не вечна, и Всевышний нам судья. Но если наша гагаузия жива, значит, былась вековая гагауза мечта. Сора дуруп, дүшіндім, или Асмёнышта, бутарафтан даяды дэр Фёдор Гёрча, чеверелиму на анадиліне. Да, чевердікті, о камешиде верюлэр. Дэр гагаузумуду, яшамакта бізім кыса. Дэда божды, гёктэн, кейсер бізе дава. Амя чан бізім гагаузия дюйлер чанда. Сай зеледууду гагаузумуду бүдіні адам. Иллэрі дүрі, сайгылы гагаузлар. Дүшіндім, ілк бінім бізім 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 бі патриватларчын, гагаузлан курашылы олларычын, чекедір, ілкі азайындан, бін, докузы сэксэн сэкэзінчі іллда. О вақытлар бен достлашардым. Иван Василичлэн тапал, о активның үчәсінігі, дастойнысынға гагаузкува народа, царсты емінібесіні, ой ішлерді пиоста инженерді. Бен она яклаштың бір зорумнан да дейміз, лөніште біля лязым ердім, дей, сабах голову не біляді. Біц зоруман да шыозмаїз біляді біляді, хор қатлай іштергің дейміз, ф біляді, ді, даржіна, біляді айызлан алын бір айыз racа. Орда біляді, біляді, даржі біклір. Овідім сэн біляді, біляді біляді. Біляді, біляді, біляді біляді, жына,Csарха, ді, біляді, піляді. Озан дил. Да, орда, сол тарафта, бьюн, да, ой, эвчайз, дур, эр. Правда, он бращик донатталар, да, ясно, стоматология. Ана дымлянда. Да, а чен, гердик, біз ора, а чен, биндик ой, ещечек, лэрден, да, аяда гердик, бурда, ещеделир, сес юй сек, дэн. Дэнс, раз, дэрм, бурна, бисм, гагавзгла, топландалар. А чен, гердик, оре, начат, отрар, да, Савастин, Дмитри Ванш, влах, осыакчы, дэмэнгэн, ям-эки прикласон, дэвиди мэнгэнгэд бэн, оре, за біни, ойла, Иван Васильич сокто, оре, аннаша, аннашал мадык, и, хади, бэн, да, исті, бэн, бэн, ээ, пётр, Николай, чі бэлэрддим, зао, бизим кюйда, са сыскчы, дэмэнгэнгэн, влахы, біз олдан бүудык, бэр махаледе, Штундур махалесіне, ора, о правдаты та бюйкті, Дмитрий Дезгинченко. Дмитрий Дезгинченко. Ачен бейклердик автобусу. Баран Победа-дан ашага-дору инерди браука-инсан. Чоцук. Да, чо, онлёссин. Микрофон, он мигафон. Ачен, я тиштилер он на автостансио-нануне. Бен уже танидым Горги, Дмитреевич. Арава-джи-йонюндейдер. Насчет, хайдем, калкалым. Чоцуклар, дайалым бир-бирамзе. Сабахолсун, таисли. Тебле дек, гиттилер. Дендилер, аты-байака. Ачен, гиттилер, аты-байака. Горги, гиттилер. Горги, гиттилер. Ама ой, гиттилер. Деститилер. Ев чорбакилар, ев сабилар. Насим сен онлайн. Сора, гиттилер. Бер парча вакатта. Бен, дай, дай, дай. Тебу, гиттилер, башлада. Ищлемея, бене. Сикерим даде, дай, дай. Дай, дай, дай. Бен, я вас, я вас. Чекеттим, курма, бу, гагавузлан. Коращулоулан, поэмасына. Дай, 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 дай. 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 Дай, дай. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Вот расскажите, пожалуйста, почему, когда многие люди в вашем возрасте в то время занимались чем-то другим, да, кто-то старался начать уже в то время какие-то либо действия для того, чтобы, ну, поднять свой статус, устроиться на какую-то другую работу, их не очень сильно волновала ситуация у нас на нашей южной части, да, республики Молдова. Вы задались этим вопросом и решили участвовать в становлении в Гогиловской автономии. Во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили в вашу студию. Мне очень приятно сидеть здесь рядом с нашими отцами-основателями, Петр Ильич, Федор Георгиевич. И вот когда сейчас Петр Ильич это рассказывал, как это все происходило, я вспоминаю себя, я был действительно молодой. Вот когда говорит сейчас, Федор Георгиевич, эти стихотворения, аж ты не лир? Да, Юля. И в то же время думаешь, какой все же Гогиловский язык, богатый язык, правильно? И красивый очень. И красивый. И я очень рад, что Петр Ильич говорил, что касается нашей автономии. Вот у меня в руках Конституция Республики Молдовы. И где в статье 111 четко все сказано. Гагаузия, я это говорю для кого? Я это говорю для вот этих псевдопатриотов, вот этих суровских халуях, которые клемят Гагаузию. И некоторые из них являются и гагаузами, которые сидят на эти деньги и пытаются Гагаузию опорочить. Вот для них это говорю, чтобы они прочитали очень хорошо Конституцию. В статье 111 написано, что Гагаузия это автономное территориальное образование, то, что сказал Петр Ильич, автономно, с особым статусом, как форма самоопределения гагаузов, являющаяся составной и отливной частью Республики Молдова, которая самостоятельно в пределах своей компетенции, в соответствии с положением Конституции Республики Молдова, решает вопросы политического, экономического и культурного характера в интересах всего населения. Поэтому Гагаузия для нас является автономное территориальное образование, где мы, где народ делегировал нам право решать его имени. Автономно. Нравится кому-то это, не нравится, но это так. Итак, хотел бы вспомнить свою молодость. Когда я первый раз в 1988 году, летом, я уже пришел с армии, мне уже было больше 20 лет, я попал на первую встречу Марьи Васильевны Маруниевичу. Это был кружок, нас там было, человек, наверное, не знаю, может 20, может чуть меньше, или больше. Уже много прошло. Вы понимаете, вот я смотрел на нее, и не только я, а все наши, вся молодежь, как она, вот истинно Гагаузка скромно одета, строго, недорого, да, но очень скромно. Ее этот кукуй на голове, понимаете, Гагаузки вот эти бусы, вот ты смотришь на нее и думаешь, вот какая она богата внутри, какая в ней сила, какая движущая сила в ней. И вот когда вот она с нами разговаривала, что пришло время, что Гагаузский народ должен встать, показать свою и сохранить свою детичность. И вот благодаря вот таким людям, как она, Петр Ильич, Федор Георгиевич и наши все другие аксакалы, я могу их назвать, это Степан, я назову некоторых, почему, потому что всех я не успею, ну, хотя бы некоторые, которые именно, я считаю, сыграли ключевую роль в становлении Гагаузского народа. Это основатель, это Паспан Николаевич, первый наш президент, это Кенгерин Михайлович, председатель Верховного Совета, это ваш покорный слуга Петр Ильич Бузаджи, первый вице-президент Гагаузской республики, это Марью Невич Марья Васильевна, как я уже говорил, мать Гагаузского народа, это Бургуджи Иван Георгиевич, как мы его называем, наш генерал, который взял на себя под руководством Буджака и всех силовых структур, это Калчий Иван Георгиевич, вице-председатель Верховного Совета, это Буйкли Андрей Семенович, Крайтор Федор Георгиевич, как я уже говорил, Зирвы Дмитрий Димдимович, это Булгару Степан Степанович, Добров Леонид Федорович, Чешмиджи Андрей Константинович, Ковыржик Михаил, Терзи Федор Георгиевич, Константинов Владимир Дмитриевич, Арабаджи Георгиевич и многие-многие другие. Я считаю, что вот эти люди, которые я перечислил, и многие-многие другие, положили на алтарь победы или на алтарь гагаузской автономии республики свою жизнь. И пройдут года, их фамилии и имена будут вбиты золотыми буквами историю гагаузского народа. Поэтому я очень горд говорить с ними, общаться с ними. И вспоминаю свою молодость, что мы всегда молодые, были сзади этих людей. Мы никогда не шли впереди их. И если вы посмотрите и депутатов народного собрания, когда избиралось первонародное собрание, и депутаты Верховного Света, у нас баллтируются люди, умудренные опытом. Умудренные опытом. А сегодня что происходит? Ему 20 лет он уже идет, баллтируется в депутаты, в органы власти. Он еще для себя ничего не сделал, а людям обещают. И люди верят. Понимаете? Поэтому я хотел бы сказать по поводу этих патриотов. Для меня патриотизм, знаете как, это люди, которые переполняют чувства за свою страну, за свой язык, за свою денчичность, за свою семью, как правильно сказать, за наши христианские ценности, вот эти патриоты, которые строили Гагустскую автономию, вот они, вот этим словом, то, что я сказал, предложением, для меня вот они являются таковыми. Для меня, как одного из них, да, как я уже говорил, отцы-основатели, они были готовы отдать свою жизнь за гагаузский народ, за нашу культуру, за наш язык. Поэтому я всегда к ним отношусь с почитанием, с большой благодарностью, что они для нас сделали. И также хочу сказать, что у нас были такие общественные объединения, которые, без которых Гагуузия не смогла бы, наверное, реализоваться. Это у нас были, это Гагууз Халки, Ватан, батальон Буджак, Милейт Санджисе, потом Берлик и движущая сила. Вот эти люди, которые были там, они взяли основной удар на себя для сохранения гагуузской автономии, да, которые стояли в первых рядах против кишневских волонтеров. Поэтому этим людям я всегда желаю здоровья и долгих лет жизни. Илья Асимович, вы сегодня открылись в этой программе совсем под другим углом для меня. Очень патриотично. Можно я еще закончу по поводу вашего отца. Вы знаете, Ирина, вот я сейчас как бы его не перечислил, но сейчас, наверное, где-то у меня есть волнение. Я всегда вспоминаю, когда я приходил к вам домой, мы все были бедные, но ваш отец, вот все, что у него было, ставил нам на стол. И всегда мы равнялись на него, в том плане, что, как я и говорил, все они были богаты внутренней силой. Поэтому я вам хочу сказать, что вы должны гордиться таким отцом, как был у вас. Спасибо. Спасибо, Илья Асимович. Я горжусь. Самое главное, что человек носит в своей душе, это самое его большое богатство. Скажите, пожалуйста, вот страха у вас не было. Я не видела в глазах ни у кого из тех патриотов, которых я знаю, дай бог им здоровья, с кем сейчас я поддерживаю отношения, встречаюсь, общаюсь. Это люди вообще для меня как будто бы другие. Я не знаю, почему, но вот у меня складывается такое впечатление, что они совсем другие. У них храбрость, у них своя какая-то гордость. Их слово всегда означало твердое слово. И вы как раз возглавляли этих людей, Петр Ильич, потому что, наверное, и на вас они так же равнялись. Ведь когда твои товарищи такие же, как ты, это дорогого стоит. Петр Ильич, вот я бы хотела сказать и спросить вас, откуда брался этот стержень? Вы не похожи на тех гагаузов, которые сейчас. Не все гагаузы сейчас такие, как вы. Есть среди них, конечно, гордость. Вы знаете, общество всегда зреет, когда есть какая-то ситуация. И вот в этот период созревают эти патриоты быстрее, увереннее. У нас вселилась та уверенность в своих действиях. Знаете что? Самые события. Вот все то, что нам говорили нет, мы говорили да. С уверенностью говорили да и шли. Это первое. Второе, у нас не было, хотя говорили, что есть предатели, вот что это. У нас не было тогда. Тогда у нас была команда единомышленников. Все что-то, если принимали какое-то решение, принимали, то исполняли все. Не обсуждались, как сейчас обсуждают, дискуссируют. Сейчас очень много раздоров. Почему он появился? Вот вот это, вот это, знаете, раз люди начинают искать причину, это говорит о том, что они не хотят этого. Понимаете? Если человек ищет причину, все, дальше можешь не говорить, дальше даже ну не ставь задачу, потому что задача не будет выполнена. у нас этого не было. У нас вот нам была поставлена задача. Мы думали, как ее реализовать. Но никто не думал, что давайте, а может вот так, а может вот так, вот так, вот так. Да, слушали всех, выполнял, но решение принимал один. Все то, что мы сейчас вот дискуссируем, вот стараемся где-то углы срезать, где-то это. Тогда я говорю, пять минут. Вот откуда наша сила была, я не знаю, потому что я иногда делаю анализ моих действий в парламенте Молдовы. Я же был, работал с ними четыре года. И за четыре года я много чего увидел в этом парламенте. И свои выступления анализирую, они у вас есть, и записи есть некоторые такие высказывания. Кстати, я иногда даже задумываюсь, как это я позволял себе в таком статусе высказывать в парламенте этот орган, высокий орган. Это очень смело, Петрович, поэтому этот вопрос я вам и задаю, и еще раз подчеркиваю, что это отдельный, бесстрашный клан, своего рода отдельные люди, которые могли себе это позволить и не боялись. Это очень важно. Вот я посмотрел, все этапы у нас были. Даже вот один этап, который, ну я сейчас выборочно так вот говорю, потому что в одной передаче все не скажешь, и хронологию я могу в другой передаче это дело высказать. Мы тоже иногда задавали такие проблемы власти, что некоторые охали, охали, не могли идти за нами успевать, что мы завтра, вот они задавали вопрос, что вы еще завтра нам подкинете? Вот так и говорили, вот я говорю простым языком, что вы еще подкинете, Петрович, потому что я тогда был как председатель комиссии, если считать, как связывающим звеном между Камратом и Кишинем, вот я находился вот здесь вот, вот в такой, в такой, как говорится, в таком статусе. Петр Ильич, дай Бог вам здоровья. Я же тогда ходил двумя удостоверениями ходил. Вот у меня одно удостоверение был как зампредрайсполкома, то есть я был как официальное лицо, потому что я как официальное лицо имел право заходить в правительство, в парламент, туда, туда, А второе удостоверение было удостоверение вице-президента. Я могу, если туда, значит, правительство, значит, я бы так сказал одно удостоверение. Это второе. То есть вот это, вот это мое было, может быть, мой плюс был, может быть, и моя ответственность была, И то, и то, Петр Ильич, я думаю. Уважаемые гости, наше эфирное время скоро подойдет к завершению, а вы пришли ко мне сегодня в студию вот с такими брошюрами. Расскажите, пожалуйста, что это? Я не успела прочитать, но думаю, что вы мне сейчас вкратце расскажете. Федор Георгиевич, что это обозначает? Я как раз хотела сказать, что давно у нас не было новых общественных объединений. И тут, пожалуйста, патриоты Гагаузии. Уважаемые коллеги, если можно, увеличите. Она была, но мы ее сейчас реанимируем. Спасибо за заданный вопрос. Это очень важно. Знаете, это родилось и неспроста. После вот этого 30-летнего шарахания из сторону в сторону, вот этих разговоров, которые мы ввели, это очень важный Гагаузу, а улучшилось. Гелди вакет, чтобы сделать что-то. Да, мы думали. Урдук-баш Петр Ильича, как вице-президенту Гагаузской республики, председателю, особо правовому статусу Гагаузии. Урдук-баш Георги Ванча, как зампредседателю Верховного Союза, Элиас Менча, буйреттик, теоактивные адамы, да, дедик, «Чокуклар, hadi куралм, да, чевирелим yerine bizim аннамы-и, таныма, дейн'инсан аннасы-на, ами, бис Гагаузузу, бе. Яптик, Нациямзе да, бигауземзе да, извините, вердик, деддома. 30-й лет, ону-ба-шка кулан-гар, бездеги дегиериз, извините, награ да истегиериз. Какой-ю зелен, бизеги дегиериз, награ да истегиериз. Если вердик, кенди ушаğımızı дед дома. Гелди вакет, кенди миз воспитаватит мя ушага. Тебу, да, курдок баш. Петр Ильич, да, сао олсун. Кам истемер дейлкин дэн. Ну, ксора кендиси, да, юзю барда. Деде, да, Фёдор Горч, лязым, зя он на чийеле беним ушағыма. То ез асобо правой статусу чийнер дар джинпурат. То ез асобо правой статусу чийнер дар джинпурат. Ежя гүндіз ора ешледі. Да, да, тебу, нан сора чекетті, япты кенди программамызы, аннырсынс? Шинді уже брашык сөйлежекілер дұрдыма елесміюнш, аннырсынс? Да, дейін. Вазра, асноуға бізім патриотизм. Аннырсынс? Біз істеріз ами история нашу народа, істері астанавлене наше гүзгі, гүзгіңңға гүзе ере білінсін, ішіділсін, ішіділсін. Ішідмя ербір күйден тё патриотлара, ділпак центру дөпатриотлара, аннырсын, ондан сора не топлайцес, не епачес, оннары яваш, яваш, бізім ушаклар школаларда башласын нали еренмя. Бізде вар потенсаал, біз бұны япмадық па келмыз. Мы это делали с детишем Гагаусской Республики. История, это детишем Гагаусской Республики. Озанула, телевидение, культура, образование, научный центр имени Марунеевича. Спасибо, спасибо, все они готовы. Мы готовы к этому делу. Вот, кто это будет? Гансан Ирман Петр Ильич, он будет понимать, что это будет. И это будет, что это будет, что мы патриотами Гагаузии. Вы знаете, действительно, люди, которые создали Гагаусскую автономию, остались на задворках истории. Поэтому мы реанимировали нашу патриотическую общественную организацию. И я думаю, что мы дадим ей новый стимул. Почему? Потому что настало время, чтобы те люди, которые создали Гагаусскую автономию, и еще раз на закате своих сил встали на защиту Гагаусской автономии. Действительно, как говорят, всякую историю задумают романтики, осуществляют фанатики. А пользуясь плодами негодяи. Чтобы такого больше не было, мы хотим, чтобы наш голос был услышан. Мы хотим, чтобы с нами советовались, нас слушали. И какие-то, если мы будем давать какие-то советы, то обязательно прислушивались. То, что говорил Федор Георгиевич, Петр Ильич на протяжении многих лет оставался скромным. И мы его таковим знаем. Он никогда не лез, он старался быть в тени, но он выполнял черную работу, которая действительно, вот, вы об этом говорите, закон об особом статусе, по которому мы живем, наше уложение, вот оно здесь. Эти документы, которые требуют очень много времени, кропотливой работы, чтобы это все написать, это не только он, это все, все наши отцы-основатели. По этим документам мы сегодня живем. И практически, Петр Ильич, знаете, когда уже говорили об этом, когда была провозглашена Гагаевская республика в 90-м году, когда была в 94-м году уже образована автономия, когда в 95-м году уже был референдум в вважении в состав республики Молдова. Так вот, с 95-го года уже у нас было сформировано все атрибуты власти, это Башкан, народное собрание, далее у нас уже прошел флаг, гимн, герб, да. И завершилось, по сути, завершилось это принятием нашей Конституции. После этого, практически, Петр Ильич до 95-го года, то, что выполнял вот эту работу, и мы его еще раз попросили, чтобы он возглавил и вместе с нами дал жизнь нашей новой общественной организации. Почему? Потому что, по сути, у нас осталось два человека. Это икона гагуговского народа. Это наш Михаил Васильевич Кендигелян, Бзимбоба. Мы считаем, что у нас сегодня после президента уже президентов живых нету, Царство имени небесное. А после него сейчас остался у нас Михаил Васильевич Кендигелян. Мы так ему и говорим, Боба. После него это Петр Ильич. И это те люди, на которых опирается не только общественное объединение патриотов Гаузии. Это на этих людей равняются молодые люди. Это герои нашего времени. Да. Поэтому они остаются скромными. Но для нас очень важно их слово умудренным опытом. И, как вы говорили, как они не боялись. Я, например, не знаю, смог ли я на тот момент взять такую ответственность, как взяли они. Хватило бы у меня смелости. Хватило бы у меня ума. Я думаю, что навряд ли. Поэтому для нас сегодня очень отрадно, что он с нами находится. И дай Бог ему здоровья, чтобы он трудился еще на благо нашего гагуговского народа. И вам еще раз огромная благодарность за то, что вы нас позвали, услышали нас. И надеемся, что мы с вами будем встречаться чаще. Мы всегда очень рады. Уважаемые гости. Илья Асимович, я вот еще такой вопрос хотела вам задать. Я знаю, что в этом году, по-моему, уже будет третий год подряд, когда вы не только на словах, но и на деле доказываете то, что вы не забываете всех тех ветеранов становления гагугской автономии, которые ушли в мир иной. Вы с некоторыми вашими коллегами, с общественными деятелями чтите память таким образом. Есть такой полк победы. Вы с фотографиями всех тех патриотов, которые ушли в мир иной, как я уже сказала, непременно приходите на праздничные. Мы знаем, что организовываются праздничные заседания Народного собрания Гагузии в этот день. Вы всегда и 23 декабря, и 19 августа почетно держите патриоты тех людей, которым мы обязаны очень многим. Планируете ли вы в этом году продолжить эту традицию? Ну, спасибо вам за то, что вы отметили. Да, это действительно, когда мы носим фотографии этих великих людей, да. Почему мы это делаем? Потому что пришло время строить свою историю. Мы должны равняться на своих людей, которые заслуживают, чтобы быть таковыми. Поэтому, когда мы носим их фотографии, для нас это большая честь. И мы с Михаилом Влах на протяжении, наверное, уже 15 лет. 15 лет мы постоянно собираем людей на разные митинги, общественные работы, стараемся помогать, кто ушел в мир. Но чем можем, помогаем. Для нас дилемма другая и проблема большая. Вот вы посмотрите, после Михаила Влаха, найдите мне одного человека. Никого нету. Никого молодежи нету, да. Которые будут драться за наши ценности. Образно говоря. Да, образно, да. Я имею в виду в том плане отстаивать. Да, отстаивать наши национальные традиции, наши крестьянские ценности, семейные ценности. Мы показали, что у нас есть характер и у нас есть воля нашего народа. И наш народ нас поддержал. Поэтому, если будет какая-то тяжелая ситуация, конечно, мы сделаем опять референдум и спросим народ, что нам делать, как делать. Но когда смотришь на вот этих разных националистов, да, которые в нашей стране, и они говорят, что республику, они отнимут у нас автономию, парламент соберется, примет. Я хочу сказать, что, как говорил Петр Ильич, нам никто ничего не дал. Мы все взяли сами. Наши отцы, основатели взяли. Сегодня они передали нам. Мы возьмем, поверьте, мы защитим наш народ. Защитим и будем отстаивать его права. Поэтому этим горячим головам советую, не нужно ничего делать. Наоборот, мы должны жить в мире и согласии. Мы любим Молдову. И Молдова теми богата, что здесь живут и молдаване, и гагаузы, и русские, и украинцы, и болгары. Все национальности. Мы должны жить в мире и согласии. У нас должны быть взаимоотношения добрые, уважительные друг к другу. Конечно, мы понимаем и любим Молдаван. Почему? Потому что она является титулной, как и гагаузский народ. Но все братья. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Еще раз в нашей студии, потому что я знаю, что нам есть о чем поговорить. Но для наших гостей я хочу отметить, что эта программа выйдет в эфир 19 августа. В наш с вами праздник. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас пожелал всем жителям, как и гагаузской автономии, так и республике Молдова в целом, вот свои пожелания, свои слова, обращения. Поздравляем мы вас всех с этим большим праздником. Это, да, это действительно большой праздник. И чтить его надо, потому что, имея свой праздник, мы имеем народ. А имеем народ, мы имеем государственность. Поэтому одно с другим все связано. Поэтому крепкого всем здоровья, счастья, успеха во всем. Чтобы наши дети, наши дети, ваши дети и дети всей республики чтили своих отцов, дедов, прадедов. Что да, они прожили непростой период становления как Молдовы, так и становления и возрождения Гагаузии. Поэтому сейчас давать оценку, это очень тяжело. Но исправлять и оздоравливать ситуацию в воспитании, в счастье и во всем надо каждый день. И не забывать этого. Счастья, здоровья и успехов всем жителям всей республики. Благодарю вас, Петр Ильич. Пожалуйста, Федор Ильич. Благодарю вас, Петр Ильич. Ильич, как дочь патриота, пригласить 24-го числа этого месяца в ДК, где будет наша конференция, наш съезд патриота в Гагаузии. Придите, мы будем рады вас там встретить. Очень приятно, Илья Смой. Спасибо. Непременно буду. Для наших телезрителей я хочу напомнить, что это была программа «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами. У нас всегда интересно. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok